А вы знали, что самый молодой праздник в Беларуси – это День Народного Единства? Почему вокруг этой даты разгорелись жаркие споры? И почему Польша была крайне недовольна, что этот праздник будет отмечаться в нашей стране? Поговорим сегодня в лектории агентства Минск Новости. Меня зовут Станислав Радовский. В истории любой страны есть даты, которыми мы по праву гордимся. День Народного Единства – праздник молодой, самый молодой в нашей истории. Рассматривались различные даты. 17 сентября – когда-то начало освободительного похода Красной Армии. 29 октября – когда на Народном Собрании Западной Беларуси было принято единогласное решение о воссоединении с БССР. И 14 ноября – когда процесс воссоединения завершился решением Верховного Совета БССР. В нашей стране никогда не принимается решение без мнения народа. Сначала провели опрос. Потом в трудовых коллективах состоялись диалоговые площадки. А потом на шестом Всебелорусском Народном Собрании мнение народа озвучил историк Вячеслав Данилович. Предпринимаются шаги, чтобы признать вступление советских войск на территорию Западной Беларуси и Западной Украины в сентябре 1939 года актом агрессии. На самом деле это был акт исторической справедливости в отношении белорусского и украинского народов, которые восстановили свое единство и территориальную целостность. Для нас, белорусов, другая трактовка неприемлема. Сейчас, как известно, активно обсуждается вопрос учреждения Дня Народного Единства. Считаю, что уже давно назрела необходимость придать статус такого дня, например, 17 сентября, когда начался процесс воссоединения нашего народа. Когда зал взорвался аплодисментами, то всем стало понятно. 17 сентября, когда начался освободительный поход Красной Армии, должен стать Днем Народного Единства. За ней есть большая история. На том же самом Народном Собрании Западной Беларуси 30 октября 1939 года она была признана праздничной, как День освобождения Западной Беларуси от гнета польских панов. Праздновали, правда, ее недолго. С 1940-го до 1949-го. Об этом празднике не вспоминали, чтобы не травмировать историческую память братской на тот момент социалистической Польши. Но эта страна, кстати, неоднозначно восприняла наше решение сделать дату праздником. Они такого не ожидали. Наша страна полвека стремилась соответствовать, чтобы подружиться с Западом. Показывали, что мы хорошие. Наши соседи в ответ продемонстрировали нам свое истинное лицо в 2020 году. Польские элиты четко показали, что не уважают национальные интересы Беларуси. У меня возникает вопрос. Почему наши соседи так пытаются переписать нашу историю? Мы ведь не пытаемся переписать польскую. Почему они делают такие попытки в отношении нас? Зачем им это надо? 20-й год расставил все точки над «и». И президент четко обозначил, что мы в первую очередь должны отстаивать свои национальные интересы, смотреть на нашу историю собственными глазами и гордиться теми датами, которые важны для нашего народа, не обращая внимания на то, как это будет воспринято кем-то за рубежом. Добро должно быть с кулаками. Нельзя идти на поводу у кого-либо. Нельзя отказываться от моментов своей истории. Вот посмотрите, события Великой Отечественной тоже часто подвергаются изгожениям и фальсификациям со стороны враждебных стран, которые стремятся обвинить СССР в своих собственных грехах. Это делается для того, чтобы мы забыли, что мы наследники победителей. Хотят, чтобы все забыли, что наши предки победили в той ужасной войне и сломили хребет нацизму и его союзникам. Это делается для того, чтобы заставить нас действовать в их интересах. Отмечая государственный праздник, мы обычно поздравляем друг друга. Когда отмечаем День Победы, говорим «С Днем Великой Победы!» А как правильно поздравлять 17 сентября? Так и говорить «С Днем Народного Единства!» И лично от меня вопрос всем ученикам. Какая фраза вам более близка? Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Или «Ошибки прошлого помогут нам избежать ошибок в будущем». Мне близка первая, потому что история – это то, что должно нас объединять. Забудем, потеряем страну. Потеряем себя как нацию. С Днем Народного Единства, страна! Горжусь тобой! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...